ДК совхоза, заброшка в микрорайоне Черемушки, сарай по улице Металлургов, Гагарина, Трояна, бельмо на карте Полевского. Если для подростков все недостроенные и брошенные строения буквально магнит, место досуга, то для представителей администрации и депутатов Думы головная боль. Вся преступность, асоциальное поведение именно с этих горячих точек, за которыми, по сути, у которых в кавычках нету хозяина. С ними надо как-то бороться, искать хозяев, если они есть, как-то на них пытаться воздействовать. Но в любом случае на эту проблему надо обращать внимание, этим надо заниматься. Депутаты Думы сегодня поднимают этот вопрос на обсуждение Комитета по социальной политике. Любая стройка, особенно заброшенная, всегда сопряжена с опасностью для жизни и здоровья. Вот, к примеру, заброшенное строение в Южной части. То ли спортивный комплекс, то ли несостоявшийся бассейн. Оно уже разрушилось. Диво, что никому не на голову. Подростки там собираются все время. Там вокруг ступить некуда, поверьте мне. Ирина Кузнецова, заместитель главы администрации, поясняет, что на данном земельном участке запланировано строительство детской поликлиники. А это значит, существующий объект будет демонтирован. Еще одна заброшка Юга – бывшее помещение Прачечной на Победы-28. Сегодня оно находится в оперативном управлении ПСК. Я бы сама звонила руководителю ПСК. Не обещали заварить, заложить, припаять. Но там кошмар. Там громкая музыка. Там просто небезопасно. Не мимо проходящего, а тем, кто там находится. При этом в городе есть желающие приобрести этот объект и сделать здесь спортивный центр. Депутаты предлагают управлению муниципальным имуществом незамедлительно приступить к подготовке всей необходимой документации. А вот что касается всех сараек, гаражей, расположенных в центральных районах города, по улице Металлургов, Гагарина, Трояна, то здесь все сложнее. Это частная собственность. Данные строения, они строились в совокупности с жилыми домами и были распределены ранее по квартирно. Попробуйте их снести. Будет негатив, граждане скажут, что это наши. И зачастую в совокупности, где есть хозяева данных сарайок, стоят уже, у которых что-то сгорело, что-то, как бы, ну, пришла негодность, где нет хозяева. И нужно сносить тогда полный комплекс, а не вычленять это. Частная собственность, а значит, неприкосновенен. И вот этот объект, что располагается напротив дома 23 в микрорайоне Черемушки и разобранный до нулевого цикла дворец культуры в совхозе. Но это не значит, что администрация бездействует. Когда выявляется частная собственность, то и в соответствии с Конституцией, и гражданским кодексом мы не имеем права туда даже заходить, не то чтобы вкладывать муниципальный рубль на огораживание или еще как-то на снос и так далее. Но когда мы выявляем, в последнее время, я только могу отвечать за то время, когда я работаю, мы все-таки пытаемся хотя бы воздействовать письмами на собственниках, если мы знаем, кто достоверный собственник, и, соответственно, еще уведомляем об этом прокуратуру. Депутаты также решают обратиться к прокурору, чтобы он, в свою очередь, через обращение в суд смог дисциплинировать собственников строений и призвать их содержать имущество в надлежащем состоянии. Гораздо больше мы вызываем результат, если будем все вместе пытаться решить какую-то проблему через ту же прокуратуру, например, через тех же собственников, может, я не знаю, какую-то комиссию придумать, суда собственников вызывать на разговор, как-то на них так воздействовать. Если уже не получается, идти дальше в прокуратуру. Надо в любом случае вместе искать какие-то механизмы решения этих проблем, но решать их надо. По части объектов решено сделать обращение в Росимущество. Депутаты и представители администрации единогласно считают, что собственники зданий должны провести обследование своих объектов и обезопасить их от проникновения посторонних лиц и возможного обрушения, чтобы не произошла трагедия. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова